здравствуйте драгоценные мои друзья привороты привороты с одной стороны невинная вещь да но человек хочет чтобы другой человек был с ним всегда объявляет права собственности плохого наверное лучше чем какой-нибудь проклятие черный приворот даже ну чтобы вот там мужчина или женщина была рядом нравится вот пусть будет да но часто эти привороты ну как бы паразитарного характера чтобы нравится моё а других то есть приворот к кому-то означает отворот от семьи там от друзей вот именно собственность жажда собственности даже чтоб только моё и ничего больше и это конечно вредит то вредит и тому кого привожу привораживают потому что его дух начинает сопротивляться и часто человек начинает и болеть и вести себя неадекватной выпивать и рискованно как-то ну какие-то события с ним могут произойти и в принципе приворот если его не снимать приводит часто к смерти человека да ну не сразу зависит от личной силы энергетики человек начинает болеть пьянствовать вести неадекватно себя и раньше умирает вот бывает пять лет бывает десять лет крепыши держится но если приворот хороший поставлен человек считайте уже двинулся по пути своей смерти и достаточно быстро быстрее чем обычные люди и в том же то же время неадекватность поведения да в чем ну любовь любовь да это понятно но когда человек отворачивает от своих друзей от своих родителей и начинает вот только вот предмет некого обожания и тоже он понимает что что-то не так начинает его крутить он с одной стороны любит а с другой не может оторваться от другой стороны начинает ненавидеть там свою жену своего мужа да вот это тоже видно такие вещи когда вот ненавидят но вот оторваться не может уйти не может никуда как уходит его обратно притягивать и часто уже вот как бы тот кто делал приворот к примеру ну или там обращался к колдунам уже перестает любить этого человека потому что он становится другим останется плохим если Раньше он был приятным, а теперь он становится пьяницей, гневливым. И даже он прием, ну, женщина бросает мужчину этого, и приворот-то не снимает. И мужчина или женщина катятся ниже. Ну вот часто я занимаюсь этой проблемой приворотов, отворотов. И в том случае, когда человек понимает, что что-то не так, токсичные отношения, оторваться не может от жены, от мужа, от каких-то там, не может оторваться от матери. Но когда он это понимает, он может это решить. Да, это можно там путем работы с энергией, путем упражнений, путем, ну, даже там каких-то манипуляций, обрядов, отливки свинцом, еще там всяких начиток, наговоров. Можно добиться, вот снять с этого. Но часто бывает, что человек не осознает. Да, вот близкие обращаются, говорят, ну, моего сына приворожили. Отношения хреновые, да, там от меня он отвернулся, отвернулся там от своих друзей и катится, катится, катится вниз. И пить стал, и агрессивный, и еще что-то такое. И там не помогает никому, там деньги все сливает там куда-то, в один какой-то источник. Все понятно. Но можно ли снять такой приворот? Да, это можно снять, если путем достаточно серьезных усилий. Потому что любой обряд, там, отливка свинцом, там, воздействие, он действует кратковременно. Да, вы как бы человека встряхнули, сняли с него это. Но если тот, кто находится рядом и привораживает его, он видит сразу, он чувствует, он каждый день общается, да, он чувствует охлаждение, чувствует, начинает сорваться эти, применяет, к примеру, опять, начинает добавлять, а кормы, а пои, и начинает добавлять, добавлять, добавлять. И получается, что человеку, с которого снимали приворот, становится только хуже, да, то есть он вроде вздохнул, может быть, посмотрел глазами, да, это нормально, да, он посмотрел глазами, сказал, да блин, с кем я живу, да вообще, что у меня за жизнь такая, да вообще, что это такое, да. Но вот, вот если он этим моментом, там, каким-то моментом прозрения воспользуется, это хорошо, да, он может выйти, может уже сам начать, как бы, заниматься, потому что важно, чтобы человек сам понял, что отношения токсичные, и надо их менять, либо вообще, так сказать, разрывать, либо, как говорится, менять договора. Но часто тот, кто привораживает, не собирается менять условия, ему нужно все, полное подчинение, полное финансовое, там, физическое и психологическое контроле, нужно все. Ну, соответственно, в общем-то, выход разорвать отношения, да, если тебя насильно привораживают, лучше из таких отношений уйти, потому что они так или иначе приведут к болезням, к несчастьям, к проблемам и гибели. Ну, вот, когда человек понимает, что его приворажили, его тянет, да, вот, к подруге, бывшей жене, там, вот, тянет, 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 и тянет не потому что любовь, да, а потому что вот чувствует токсичность какую-то, вот это приворот, потому что не надо путать, да, любовь, влюбленность, понятно, там, нормально, да, это нормально, приворот убивает, если любовь дает силы, да, на какие-то поступки, на действия, то приворот все иссушает и губит, это, ну, это всегда чувствуется, эта разница. Ну, в общем-то, если человек касается, в том числе это касается и пьянства, да, если человек понимает, что, ну, вот, не могу больше, вот, пьянство ведет меня к этому, в общем, вниз, да, можно бороться с алкогольными бесами, а если человек, там, ну, кто-нибудь, мать, жена говорит, ну, вот он у меня пьет, но не собирается бросать, говорит, я не пьяница, а мне все нормально, это мне помогает, это вот я выпиваю, и мне становится хорошо, но я не алкоголик, да, вот, тогда сложно, потому что вы, как бы, вытрахните этих бесов, но они же будут ходить рядом, они будут смотреть и обязательно, там, через какое-то время вернутся и начнут искушать, то есть надо в тот момент, когда вы человека очистили, да, там, провели какой-то обряд, там, очистили, нужно, чтобы кто-то близкий начинал работать энергетикой и дальше продолжал его, так сказать, чистить и пылесосить многократно, многократно, иначе, да, это всего лишь будет, чуть бросил, потом еще, может быть, еще глубже, там, эти бесы его макнули головой, там, с головой, чтобы он там уж напился, так напился, да, друзья мои, так что, ну, старайтесь, конечно, если вы даже энергетические методы используете в взаимоотношениях, в этом ничего плохого нету, да, если вы привлекаете, ну, как бы, противоположный пол энергетическими методами с помощью, так сказать, работы с чакрами, там, гармонизации, это неплохо, это не приворот, это просто, ну, еще одна часть вашей жизни, но если вот именно в ваших чертах, в вашем намерении присутствует паразитизм, мое, пусть это все будет мое, да, вот это вот, вот, а все другие, там, маму, там, друзей, всех, там, как говорится, за этот, за хобот и в музей, нет, друзья мои, вот, смотрите, то есть, за приворот, все равно, обраточка-то прилетит, не сразу, но это будет, вот, будет плохо, поэтому старайтесь гармонизировать, не брать все, а вот, как бы, если именно вам есть что дать и есть что взять, да, чтобы был обмен паритетный, тогда это будет гармония, тогда это будет, ваши энергии будут умножаться, идти вверх, да, то есть, любой приворот все равно заканчивается проблемами, да, там, с детьми, там, с родственниками, со здоровьем, да, все равно заканчивается плохо, да, а вот гармоничные отношения начинают, что у обе, у обоих партнеров начинает идти все, да, и здоровье, и творчество, и, там, финансы, и все, все идет, и это сказывается и дальше, там, на детях, и взаимоотношениях, гармонии, там, с окружающими, с друзьями, с родственниками, вот, ну, ладно, друзья мои, видите, тут по этим приворотам тоже все, все мозги заплел на части, все извилины заплел, и канальчиковые власти колют нам второй укол, да, сам запутался, все драгоценное, пока.